Владислав, давайте по вашим наблюдениям, что сейчас происходит в Харьковской области. По некоторым оценкам, наступление россиян замедлилось. Да, безусловно, и замедлилось не потому, что россияне еще не имеют анармейских планов в части их реализации на территории севера Харьковской области, а, скорее всего, украинские силы обороны смогли стабилизировать ситуацию, в том числе за счет привлечения дополнительных ресурсов. Местные жители в Овчанской окрестных сел рассказывают о том, что канонада звучит в режиме 24.07 на 7, причем канонада украинских артиллерийских систем. А это значит, что россияне несут огромные потери, но вряд ли смогут продвинуться в глубину нашей страны наиболее чем на 8-10 километров, а именно там находятся первые линии оборонительных защитных сооружений, их самая фортификация. Очевидно, что противники, скорее всего, будут пытаться растекаться вдоль линии госграницы, тем самым формируют ту самую серую зону, которая будет переходить под контроль именно российской оккупационной армии. Речь идет о так называемой санитарной зоне. Именно этот термин использует Владимир Путин, самый проволошенный президент Российской Федерации. Ситуация, на самом деле, достаточно сложная, но что меня в этой ситуации обнадеживает, это то, что местное руководство, руководство тех подразделений украинской армии, которые действуют на этом участке фронта, ведет абсолютно откровенный диалог с обществом. Да, мы видели в сегодняшнем сообщении, в утренней сводке этого генерального штаба, о том, что наши силы и средства вынуждены отходить на иные рубежи и позиции с целью сохранения жизни наших военнослужащих, с целью занятия более выгодных в практическом смысле рубежей и позиций. Это откровенный разговор. Дабы ни у кого в нашей стране не было иллюзий, насколько сложно протекают боевые столкновения на этом участке фронта, насколько противник готов нести потери, чтобы достичь тех или иных результатов на разных участках фронта. Безусловно, ситуация с Харьком подсвечивает ряд наших просчетов, в том числе и в рамках создания тех самых фортификаций, и в плане принятия определенных организационных, кадровых и командирских решений. Но тем и хороши нынешние процессы, связанные с трансформацией, и руководство, действующее на этом участке фронта, и тех частей и средств, которые используются нашими силами обороны, мы способны адаптироваться к тем реалям, работать над ошибками, эти ошибки исправлять и, соответственно, трансформировать нашу деятельность таким образом, чтобы противник нес огромные потери, но не имел никаких территорийных приобретений. Хотя, безусловно, я помню заявление генерала Абуданова, который говорит о том, что, скорее всего, активизация боевых действий противника со стороны противника будет также перенесена на территорию Сумской области, ведь именно сейчас, в эти дни, там происходит накопление сил и средств противника. Естественно, уж точно они приехали туда не на курорты для того, чтобы реализовать свои миссии. Да, безусловно, количество ресурсов у противника не позволяет ему даже надеяться на то, что он сможет масштабно атаковать, проводить оперативного уровня операций с целью, к примеру, оккупации Сум или Харькова. Но создать дополнительные проблемы для украинских сил обороны и в рамках действия диверсионно-разведывательных групп, и в рамках активизации боевой работы российской артиллерии и российской авиации, безусловно, противник нам такие проблемы создать может. И ключевой элемент, который нам позволит стабилизировать ситуацию на поле боя, это ресурсы. Артиллерия, средства ПВО, бронетехника, стабильная связь, средства радиоэлектронной борьбы, то есть все те составляющие, которые определяют боевую мощь украинской армии, все это тут и сейчас необходимо не только на Харьковском или в перспективе на Сумском направлении, но и на иных участках фронта. Вот, кстати говоря, если посмотреть на данные Генерального штаба, 1510 оккупантов было уничтожено за минувшие сутки. Цифра достаточно серьезная. А как долго враг может вот такой вот темп сохранять? Безусловно, противник течет потери. Вы, кстати, обратите внимание, например, на Харьковском направлении он весьма растительно относится к использованию вооружения, бронетехники. Он не отправляет свои танки под удар украинской артиллерии. Почему? Потому что танков у них не так много. Хотя, безусловно, более 40 уничтоженных вражеских боевых бронированных машин за минувшие сутки это также вдохновляет. То есть противник, даже невзирая на то, что он не так много использует из бронетехники, тем не менее на наше разведывательное подразделение эту бронетехнику находит, дает все ли указания, ну а дальше в работу включаются либо наши артиллеристы, либо операторы FPV-дронов, которые приводят эту технику в состояние сгоревшего металлолома. В любом случае, противник еще пока имеет ресурсы. Не следует его недооценить. Он на самом деле готовился к этому наступлению. Возможно, случился у него фальштарт, потому как президент говорил о том, что активизация боевых действий будет в конце мая, в начале лета, но тем не менее. Противник спешит, и понятно, чем обусловлена эта спешка. Он понимает, что в ближайшее время придут в наши боевые порядки соответствующие поставки военно-технического оборудования всего того, что необходимо на поле боя украинским воинам. А это значит, даже призрачные шансы, на которые сейчас рассчитывают россияне в рамках своих желаний получить какие-то территориальные приобретения на территории нашей страны, они просто превратятся в такой себе мыльный пузырь, который лопнет без реализации позитивной для российских оккупантов. Но ключевой момент. Своевременность, полноценность поставок, именно этот фактор является самым важным в контексте нашего противостояния. Ведь, де-факто, пребывание украинских сил обороны в стратегической обороне создает для нас определенную возможность. Мы имеем возможность системно и планомерно стачивать, буквально уничтожать весь вражеский военный потенциал. Причем, как я вижу, мы это делаем не только непосредственно на поле боя, но и в глубине обороны противника, как на европейской части Российской Федерации, так и, соответственно, на временно оккупированных территориях Украины. Субтитры создавал DimaTorzok